Добрый день, уважаемые коллеги. Но вот Светлана Игоревна сказала, что ситуация станет понятна. Мне так кажется, что, вы знаете, чем больше погружаешься в эту тему, тем больше возникает вопросов. Как прекрасно иногда наш коллега Илья Валерьевич Слепцов решает, говорит, да, все надо, просто таблетки давать сразу, как только человек переступил порог кабинета, через неделю будем видеть эффект уже. Ну, немножко у меня другой взгляд на эту проблему. Я не против, я считаю, что плюрализм мнений, он обязан быть. И мы немножко поговорим о том, о чем все-таки не ограничиваемся ли мы теми вещами, которые у нас на слуху, в частности, там, брав ингибиторами. На самом деле, конечно, стандарт лечения анопластического рака щитовидной железы, он нарисованный на этом слайде, он существовал много лет. И мы знали о том, что нам надо оценить операбельность процесса. Если мы его оперируем, то мы делаем, там, стандартный объем тиреоидектомии с центральной диссекцией, добавляем боковую лимфодиссекцию, или совершаем подвиг с резекцией, допустим, трахеи, или гортань удаляем. Это уже другой вопрос. Неоперабельные процессы, и дальше проводим лучевую терапию с химиотерапией. Но, на самом деле, я думаю, что все специалисты, которые на это смотрят, понимают, что в каждом из этих квадратиков заключена, в общем-то, достаточно серьезная трагедия и тяжелая работа хирургов, и трудная работа и химиотерапевтов, и лучевого терапевта, и все это на грани, в общем-то, достаточно рискованных решений, которые они применяют, когда лечат этих больных. Первая ласточка вообще в исследованиях и в каком-то некой надежде для этих пациентов, это был представленный материал Байбла в 2010 году, где было показано, что если пациентов лечить крайне активно, то есть, а, оперировать, а, б, проводить серьезнейшее послеоперационное химиолочевое лечение на очень высоких дозах препаратов, как вы видите, доцитоксел 60 мг на метр квадратный, доксорубицин 60 мг на метр квадратный. И вот они получили те результаты, которые для них были важны, то есть 6 пациентов были живы, 60% из популяции, которую они обследовали, там, в сроке от 25 до 82 месяцев. Это был большой эффект. Почему? Потому что они имели свой собственный исторический опыт, который говорил, что обычно одногодичная выживаемость составляет 10%. Почему я сегодня вот задал вопрос Евгению Сыреновичу о том, а не пересматривались ли препараты? Мы, кто работает достаточно давно, помнят вообще анопластический рак, старое исследование, когда выяснилось, что там 5 пациентов в группе исследования пережили 5 лет, и когда стали пересматривать препараты, выяснилось, что к анопластическому раку они не имели отношения. Я думаю, это такой казуистически известный случай для нас, для всех. Но дальше пошла ситуация, что все это стало включаться, я имею в виду химио-лучевая терапия, в клинические рекомендации. И вот вы видите, к чему мы пришли там в 23-м году. То есть на сегодняшний день это сформированные показатели. Они очень такие, я считаю, в 23-м году стали очень емкие. Вот эта комбинация эпоклитоксела с кармоплатином. Здесь невысокие дозы, еженедельное введение. И, в принципе, здесь уже нет такого экстремального состояния, которое мы, наверное, испытывали раньше. Чистая системная терапия, вы видите, что та тяжелая артиллерия, которая раньше использовалась, она переместилась, скажем так, в уровень 2B. То есть комбинация эпоклитоксела с кармоплатином. И самая, наверное, трудная вещь для нас, дозы таксел с доксорубицином. Но это лично для меня, когда я лечу пациентов. А паклитоксел и доксорубицин остаются в монорежимах. Вот видите, это, собственно говоря, не компонент химиолучевого лечения, а уже самостоятельная химиотерапия. Вот что осталось на сегодняшний день от стандартной химиотерапии в рекомендациях. И первая такая некая ласточка о том, что, возможно, что-то будет хорошее, это появился препарат ленватиниб. Всем нам известная ленвима, которую на сегодняшний день широко применяют при радиотрефрактерном раке щитовидной железы. И теоретически считалось, что, наверное, она будет работать и при всех остальных формах раков щитовидной железы. И вот вы видите то исследование, вторая фаза, представленная такахаши. И здесь вы видите те же самые исторические результаты исследования Селекта при радиотрефрактерном раке щитовидной железы с высокой медианой выживаемости, без прогрессирования, с высокой общей выживаемостью, с большим количеством частоты объективных ответов 68%. А что же у нас осталось для анапластического рака? А для анапластического рака остались результаты намного более грустные, чем даже то, что представил сегодня Евгений Циренович, что это всего лишь 10,6 месяцев, я говорю о некоем прогрессе, который должен быть, а его на самом деле не происходит, даже при применении этого вроде бы многообещающего препарата. Затем было исследование Тахары, 2017 год, это была публикация, и вы видите вот эти прекрасные диаграммы водопад, и появилась такая надежда, что линвотениб такой будет игрок тоже в этой ситуации, и мы будем лечить, и этим препаратом он будет работать, а дальше произошла вещь, которая для нас была крайне неприятна. Это исследование было просто остановлено всеми регуляторами из-за неудовлетворительных данных о частоте объективных ответов и просто о нерезультативности лечения данным препаратом. Поэтому, по сути, я покажу, что произошло дальше в клинических рекомендациях, собственно говоря, из этих исследований. Сегодня Сергей Леонидович говорил о мутационном профиле анапластического рака щитовидной железы. Я покажу еще раз классическое исследование Ванга. Вы видите, да, действительно, у нас 40% мутации БРАФ. У тех, у которых нет мутации БРАФ, вы видите, появляется РАС-мутация в 20% случаев. Ну, различные варианты. Это НРАС, КРАС и ИЧРАС, вы видите, ТП-53, причем оно появляется практически во всех вариантах опухоли, не взаимоисключающиеся. ТРТ-мутация встречалась тоже практически во всех группах пациентов. Ну, и дальше вы видите уже единичные случаи. Я считаю, это ПИК-3К, ПТН. И здесь, наверное, не представлены все варианты, которые возможны. И на самом деле вот эта картинка, несмотря на ее некую отвлеченность от вашей, может быть, личной клинической практики, дает нам надежду на то, что этих пациентов чем-то можно лечить на самом деле. Что происходило дальше? А дальше вот выступление Кабанилоса в 2018 году. Вот эти вот роскошные картинки. Сегодня показал Сергей Леонидович одну из них. Вот если ее показывать, вы знаете, ну вот любой отвлеченный от проблемы человек, ему все равно это понравится. Когда огромный просто опухолевый процесс, он вдруг сократился и исчез. Вот то, что сегодня рассказал Сергей Леонидович, как исчезает опухоль вообще, ее след даже, то, конечно, это, в общем-то, достаточно потрясающе. А дальше вот эта вот ситуация, когда больному выполнили радикальное хирургическое вмешательство. Когда после этого радикального хирургического вмешательства он, в общем-то, без признаков заболевания жил еще там 210 дней на момент публикации. То, конечно, это привело к тому, что вот эти вот даже публикации кабанилоса привели к быстрому принятию решения FDA о начале терапии брафингибиторами у этих пациентов. Что же на самом деле произошло? Вот прекрасное исследование Субиаха 2018 год. Вы видите тоже это красивая диаграмма водопад. Она, конечно, не заменяет этих фотографий, но по сути показывает, что да, действительно, в общем-то, прекрасно работают брафингибиторы в этой комбинации. И дальше более интересно. Опять мы возвращаемся к исследованию Ванга. И вот что меня больше всего нравилось в этом исследовании, это изучение влияния мутационных изменений у пациента на выживаемость. И вот здесь очень интересная вещь. Посмотрите, браф, V600 предположительные, да, действительно, выживаемость у них намного выше, чем у всех остальных. На самом деле Ванг честно признает, что эти пациенты частью получали брафингибиторы. И, естественно, но далеко не все, что тоже важно. И они действительно имели лучшую выживаемость. На самом деле вы видите, хуже всего выживаемость в группе РАС мутаций, и, в общем-то, это тоже показывает для нас, что это тоже действительно серьезный выбор на сегодняшний день, и серьезный вызов для врачей. А вот дальше интересно влияние вообще браф в группах своих. Вы видите, конечно, лучше всего выживаемость в группе пациентов, которые получали брафингибиторы. Но, что грустно, конечно, таргетная терапия, она остается все равно таргетной терапией. Пациенты все равно, кривая поднимается, медиана выживаемости поднимается, но в дальнейшем выживаемость начинает падать и сходиться в одну линию. Но при этом вы видите, браф без назначенной терапии, на самом деле пациенты живут практически, в общем-то, тоже выше по уровню, чем все остальные, чем та же самая мутация РАС. И второе, я хотел бы, это то, что справа у нас картинка, и вы видите браф назначенной терапии и браф неназначенной терапии. К сожалению, несмотря на разницу в медианах выживаемости, в дальнейшем все кривые сходятся в одну точку. То есть ситуация, конечно, говорит о том, что мы сдвинулись с мертвой точки, с той самой вообще совершенно полного отсутствия оптимизма, хоть куда-то, но пока еще, наверное, не можем дать вообще совершенно сумасшедших каких-то надежд для наших пациентов. Интересна также экспрессия PD-L1. Сегодня тоже Сергей Леонидович касался этой проблемы. Я просто покажу то, что я нашел в литературе. Это представление достаточно, в общем-то, может быть, не самых свежих исследований. Но интересно, что положительный уровень PD-L-экспрессии встречается очень разнородно в публикациях. Может быть, это зависит на самом деле в том числе от популяционных особенностей пациентов. И выборы их, ну вы видите, это от 22% до 80%. И здесь, конечно, интересно мне, что на сегодняшний день мы в основном используем молекулу антитела 20-20-3, но вот здесь те исследования, которые я посмотрел, они использовали другие молекулы. Блокада PD-1 при анапластическом раке щитовидной железы. Этих исследований на самом деле несколько, которые существуют, учитывая ограниченное количество времени, я представил только одну. Это исследование препарата спартализумаб. И вот вы видите, что очень интересные на диаграмме показаны на самом деле пациенты, которые реагируют тоже на лечение спартализумабом, у которых мутированные брав опухоли. На самом деле специалисты сделали вывод о том, что пациенты с брав мутацией хорошо реагируют также на иммунотерапию. И вы видите, вот представление изменения объема опухоли здесь тоже представлено, в общем-то, достаточно, я считаю, относительно оптимистическая картинка. Интересна еще вещь о том, что если достигнут эффект, то длительность ответа на самом деле, вот как мы обычно видим на применении иммунотерапии, достаточно высокая, вот вы видите, по медиане вот этого длительности ответа. Волшебство комбинаций. На самом деле, на сегодняшний день я как-то раньше считал, что не надо складывать вещи, которые, в общем-то, неизвестно, как будут работать вместе. Но вот здесь комбинация пембролизумаба с ленвотенибом. И посмотрите, в общем-то, достаточно очень неплохие результаты были получены небольшой группе больных, 6 пациентов с анопластическим и низкодифференцированным раком щитовидной железы, что, в принципе, доказывает и наш собственный клинический опыт о том, что эта комбинация работает даже иногда при отсутствии эффекта, допустим, от иммунотерапии. Если вы добавляете ленвотениб, препараты начинают работать вместе. Это многообещающие, достаточно очень интересные результаты по выживаемости пациентов при применении комбинации пембролизумаба с ленвотенибом. И интересно другое, что эффект на самом деле действительно связан с экспрессией PD-L1. И, в общем-то, при цифрах более 50 это достаточно высокоэффективная терапия. Что еще предлагается на сегодняшний день и что вообще интересно? На самом деле это RED-мутация. Встречается она достаточно редко, на самом деле, при анопластическом раке щитовидной железы. Вот исследование ВИРТа 2020 года. Во всей группе там было 2 пациента всего. Один вошел в прогрессирование, а второй дал, на самом деле, частичную регрессию опухолевого процесса. То есть у нас еще один запасной игрок в команде все-таки существует. Перестройки генов НТРК. Это очень такая модная тема, интересная. На самом деле, действительно, мы знаем, что не само повреждение гена НТРК, а его слияние с геном-партнером говорит о том, что действительно могут быть целью для таргетной терапии НТРК-ингибиторами. Но я вам не покажу какие-то огромные исследования, о которых бы говорили, а это в основном такой очень единичный выборочный опыт нескольких исследований. Вот ПАРКа 2020 года и Кабанилоса 2020. Наверное, Кабанилоса было больше пациентов, 7 пациентов, и вы видите частичных регрессий 29%. Это достаточно много для этого препарата. Но скажу вам, что при других опухолевых процессах НТРК-ингибиторы работают намного более, конечно, активнее, чем при анапластическом раке щитовидной железы. Но как игрок это тоже присутствует, и это показывает вот этот клинический случай, взятый из европейского тиреоидного журнала 2022 года. Вы видите, пациент сначала получал лимботиниб без ответа, и при начатом лечении энтриктинибом получил возможность провести радикальную операцию. Что у нас в клинических рекомендациях на сегодняшний день? Доброфениб с траметинибом, НТРК-ингибиторы, РЭТ-ингибиторы и пембролизумаб при высокой мутационной нагрузке. Но, естественно, опять же, мы возвращаемся, нужно определять и уровень экспрессии ПДЛ-1. Лимботиниб на сегодняшний день в последних рекомендациях НССН удален из списка и не является игроком. Редкие геномные повреждения, это, в частности, вот я нашел два исследования, одно это перестройка ЛК, и второе это ТСК-2. На самом деле, крайне редко встречаются при анапластическом раке щитовидной железы, но вот два случая в литературе описано, таких достаточно интересных и эффективных лечений. На самом деле, вопросов вообще, как строить тактику лечения, я думаю, мы сегодня это можем обсудить еще, но пока в реальности выстраивается такая вещь, что действительно определение БРАФ-мутации, решение о применении неодевантно БРАФ-ингибиторов с последующей оценкой резиктабельности опухоли, если она изначально нерезиктабельна, или, в общем-то, без значимых мутаций. В этой ситуации, конечно, решается вопрос либо о хирургическом лечении, если это возможно, либо о применении пока химио-лучевого лечения по старым стандартным методам. Спасибо за внимание.